Хаю-хаю, ребя! Всем привитосы, бодрюка, стоюка, огненного настроения и с 2020-м вас годом! Поздравляю всех с наступающим! Ну, чуть-чуть осталось, сегодня 29 декабря. Да, зацените перчи, нашел их в своей старой сумке, решил одеть для декора. Жека, тебе привет, по-моему, это твои перчи, но не факт, уже мои. В общем, всем позитивчика в начале, и это будет кратенький ролик. О моей экшн-камере, восьмерке, честный обзор. Пользуюсь, 20 дней назад я ее купил, купил в МВидео в Анапе, да? Живу я в Крыму, в Ялте, ездил туда, в Анапу, за камеркой. Вот, взял ее, 20 дней пользуюсь, и что я могу сказать? Блин, да она просто космос, пушка, бомба, реально! Она офигенно снимает днем, офигенно снимает, ну, так, типа, знаете, вечером, когда еще есть какое-то дневное освещение, но она сливает ночью, да. Но, опять же, я снимаю в автомате, как бы, днем она в автомате идеально снимает, а вечером надо играться с настройками, я еще не понял. Но я уверен, что можно улучшить качество, 100%, потому что очень много настроек, очень много. Как бы, нужно ими играться и экспериментировать. Поэтому, как бы, возможно, в будущем я найду оптимальные настройки для ночной съемки. Вот, но, тем не менее, все равно, что-то видно нормально, можно снимать. Мотобудни, мотопокатушки вообще нормуль. Вот, дальше что? Ну, мне очень нравится, что тут много настроек в этой камере, можно ими играться. Очень клево голосовые команды, что можно управлять камерой и голосом, это просто бомба. Ты едешь на мацаке, она выключена, ты сказал, включится, она включилась, ты сказал, ну, просто не хочу говорить, потому что она моросит и слушает команды. Ну, вы поняли, что. В общем, в любые команды говоришь, там, фото, видео, съемка, она это делает. То есть, слушается великолепно тебе, это все на байке, ты не нажимаешь кнопочки, понимаете, это вообще просто пушка. Затем, форм-фактор идеальный, черная, неприметная, маленькая, габаритная. На шлем вот сюда вот, просто крепишь вот так, у меня нету сейчас этого переходника. Вот сюда вот ставишь, и она вот так стоит, да? Хоп, наверх поднял, сюда, ну, через переходники. Вообще, очень удобно. Все, идеал. Аккумулятор меняется легко. То есть, я не заморачиваюсь, я просто открываю заглушку, вот так, на шлеме. Я уже надрочился. И вытаскиваю аккумулятор. Я даже не снимаю шлем, я запомнил расположение, какой стороной надо аккумулятор вставлять. И все, я просто открываю заглушку, вставляю аккумулятор, тот вытаскивает. Все, карточку так же легко, ну, только надо шлем снять. У меня ногти не сильно длинные. То есть, я, не вытаскивая аккумулятор, могу карточку вот так надавить. Она вытаскивается, потом ногтем ее, ну, выдираешь. И нет никаких проблем. В интернете там такие, блин, сопли развели. Эта карточка, ну, тяжело вытаскивается, еще что-то. Брехня, полная брехня. У меня ногти короткие, я вытаскивал ее тысячу раз. Не было никогда ни одного косяка, что я не мог ее вытащить. И на морозе, ну, у нас, как мороз, там, бывает, вот я катошу, в плюс 3 на мотоцикле. То есть, я просто, без перчаток я езжу, кстати. Просто открываю крышку, достаю карточку, меняю ее, и все. Так же аккумулятор. То есть, нет никаких проблем с этим. Вообще, с этой камерой нет никаких проблем. Вот в интернете, перед тем, как ее покупать, я посмотрел кучу обзоров на нее, на Sony, AS300, X3000. Там есть какие-то косяки, у нее есть какие-то косяки. Блин, чуваки. Мне кажется, эти обзоры либо куплены, либо кому-то выгодно. Про какие-то камеры говорят, что они плохие. Ну, там, про Sony, про GoPro. Ну, я вам так, честно скажу, вообще никаких проблем нет. Серьезно. Снимает она хорошо. Аккумулятор держит долго. На морозе, ну, вот я катошу, чтобы вы понимали, я могу проехать 100... Какой 100? 200 километров? Ну, ладно, возьмем 100 в одну сторону. То есть, до Севастополя. С Ялты до Севастополя я могу проехать с ней включенной. Это где-то, ну, примерно сейчас такую погоду, ну, там, я не знаю, 30-40 минут ты едешь до Севаста на Моте с Ялты. Очень холодно. 4 градуса на улице. Ветер жесткий дует в нее. Я приезжаю в Севаст, акум еще целый. То есть, там еще где-то процентов 20 остается. Какой может быть вообще разговор, что она на морозе не держит? Она хорошо держит. То есть, да, плюс 4, но вы не забывайте, когда я еду на Моте, все 0 градусов, а не плюс 4. Потому что там такой дубак, что... То есть, практически, можно сказать, нулевая температура, она хорошо держит. Нет никаких проблем. В море, ну, ныряю с ней часто. Тоже нет никаких проблем с водой, с лагостойкостью. Короче, это эмоциональный обзор. Да, это чисто влоговский обзор. То есть, это не то, что я там что-то расписываю. Я просто вам говорю про свои эмоции по истечению 20 дней. Коротенький видос, я не буду его монтировать, обрабатывать. Я вот снял, хоп, сейчас копирую и выложу. Потому что я хочу влоговые теперь делать обзоры. Поэтому я в плейлист закину его влог. Ну и назову влог GoPro. Так, она не слышала мою команду. Вот. Поэтому, повторюсь, это эмоциональный обзор. Да, я так и напишу в комментах, наверное, что это эмоциональный обзор. А то люди будут заходить и будут думать, что я там что-то описываю. Нет. Чисто эмоции по стечению 20 дней. Отличная камера. Всем рекомендую. Но я не советую ее покупать за те деньги, которые она продается. Например, если она за 35 тысяч продается. Ну, я ее, грубо говоря, за 35 купил. Ну, я вот такой вот набор купил. То есть, кто знает, бандл. Здесь был дополнительный аккумулятор. Крепление на голову. Карточка и, ну, типа палка. Вот. Я не советую вам покупать ее новую. Потому что, все-таки, мне кажется, это дорого. Кому жалко денег, возьмите лучше на вторичке GoPro 7. Либо у GoPro 7 новую. Ну, если есть большая разница. Если есть разница в 10 тысяч. То я бы вам советовал, да, купить GoPro 7. Бушку. Либо, может быть, GoPro 8 тоже бушку посмотреть. В любом случае. Но, видите, неизвестно. Бушку опасно покупать. Потому что я вот боялся бы взять. Из-за того, что на нее нет гарантии. А я вообще, у меня никогда не было GoPro. И я у них не шарил. Ну, че, какие подводные камни там. Еще что-то. Поэтому я взял новую. Ну, если бы я шарил. Вот сейчас я буду шарить по истечению полгода в GoPro. Да, я уже смогу легко взять седьмую или восьмую. Ну, к примеру, восьмую бушку. Потому что я буду знать все подводные камни. Ну, чего, как там. При покупке я смогу ее протестировать. И, ну, определиться. Да, там, потратить полчаса с чуваком. Поделать тест. Сказать, блин, чувак. Нужно полчаса. Делаем тесты. Если меня все устраивает, я покупаю. Ну, если чувак говорит, не, 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 у меня нету полчаса. Ну, извини, чувак, пока тогда. Даже если заманчивается нам. Вот. Вот такой вот кратенький обзор. Да, он, типа, возможно, ни о чем. Но это мои эмоции. Это память. Поэтому сейчас сохраним видосик. Всех хочу еще раз поздравить с наступающим 2020 годом. 2020. Пожелать счастья, добра и позитива. Поэтому, ребзы. И смотрите, сейчас я ее выключу по команде. GoPro, стоп видео. Субтитры сделал DimaTorzok